Продолжение следует... Я был руководителем неправительственной организации инвалидов. В 2012 году я был вынужден покинуть страну. И с этого времени проживаю в Германии. Мы там создали организацию. Она называется, если перестить на русский язык, «Движение равной возможности для всех». К большому сожалению, медиа превратилась в оружие, в инструмент для манипулирования массами, в инструмент для свержения правительств. Это очень страшно. На днях я прочитал информацию в американском издании «Дипломат» о том, что в Узбекистане было задержано несколько десятков блогеров. Да, это факт. Но главный момент был не указан. Дело в том, что 25 августа был первым задержан блогер Мухаммад Шакур. Он является человеком с инвалидностью. Он передвигается на инвалидной коляске. Его пришли задерживать 8 полицейских. Его забрали, у него конфисковали компьютер, у него конфисковали все средства, все гаджеты. Я прошу официальную делегацию Узбекистана вернуть ему эту частную собственность, потому что это является всего лишь источником для зарабатывания денег. Он ничего плохого там не писал. Он просто призывал к единичному пикету. Все. Каждый человек имеет право быть счастливым, имеет право на самореализацию. У каждого человека должна быть такая возможность. Мы создали эту организацию для реализации проекта «Я хочу жить». Задайте вопросом, хотите ли вы жить? Вы скажете «Да». Задайте этот вопрос своим детям. Они тоже хотят жить. Так как вы хотите жить, хотят жить и в том числе граждане Афганистана, Ирака, Сирии и других стран, где происходят войны. Прошу вас поддержать наше движение «Я хочу жить». Этот проект мы сейчас реализуем. Вся информация будет передана в секретариат. Она в полном объеме. Большое спасибо за внимание. Удачи всем. Благодарю вас.